всем привет друзья вы на канале воин я как обычно собрал для вас самые свежие новости из мира бокса всем приятного просмотра погнали WBC отменила отборочный поединок в легком весе между Райаном Гарсией и Исааком Крузом после консультации с командами боксеров и подтверждение того что у боксеров уже были ранее назначенные бои WBO сохранила за Саулем Альваресом титул во втором среднем весе удовлетворив запрос его представителей и отменив собственное решение 4 мая согласно которому титул стал бы вакантным в случае поражения Канело в бою против Дмитрия Бивола как передает обзорватель Дэнн Рафаэль со ссылкой на близкие к ситуации источники бой с Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом показал неожиданно низкие показатели продажи платных трансляций P-Per-View поединок который прошел 8 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Бивола стал P-Per-View дебютом для сервиса DAZONE по данным Рафаэля Шоу сгенерировал примерно 520 тысяч P-Per-View в США в эту цифру входит покупки трансляций на всех платформах причинами провала называют практически нулевую фан-базу Бивола в США его статус андердога и недостаточно вклад в раскрутки поединка. Рой Джонс не понимает зачем Сауля Льварес поднялся в полу тяжелый вес ради боя с Дмитрием Биволом в большинстве случаев когда ты поднимаешься весе ты хочешь просто завоевать там титул либо ты остаешься там либо возвращайся туда откуда пришел ты уже сделал это когда побил Ковалева для чего возвращаться и опять это делать ты хочешь стать двукратным чемпионом в полу тяжелом весе что это доказывает тогда чего надо было тратить время нарываясь на Бивола который так был проблемой если ты это сделал то думал что с ним будет проще чем с Давидом Беновидесом или Джермалом Чарло ты при деньгах поэтому если хочешь что-то нам показать поделись Дмитрусом Андрейдом зачем бросать вызов еще одному получажу если однажды ты уже добился своего ты выбрал правильного соперника и сделал это уходи и брось это не оставайся не ходи туда-сюда ты запутаешь самого себя в план сити штат Флорида завершился вечер бокса который возглавил бой между Жаном Паскалем и Фан Лунменом поединок получился упорным и очень близким Жан несколько раз был потрясен и к концу боя очень устал а китаец порой действовал излишне осторожно в девятом раунде Фан Луна читали нокдаун опытный канадец вырвал концовку заставив ТО выживать до гонга и убедил судей своей победе Женебек Алимханулэ и Дэни Дигнум успешно прошли извешивание перед поединком за временный титул WBO в среднем весе вес сделан два кулака заряжены завтра будет шумно написал Женебек прямая трансляция боя Алимханулэ Дигнум начнется после 7.00 по времени Астаны и 4.00 по МСК и будет доступна для просмотра на телеканале Хабар А на этом у меня все друзья Большое спасибо за просмотр поддержки на телеканале Хабар Пишите это видео своим бойцовским лайком пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал Всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok